Субтитры делал DimaTorzok Добавил Дима Той Добавил Дима Той Добавил Дима Той Добавил Дима Той Професиональна Firma transportowa в Европе не ма привезена Мотоклик, но добре запаковано Дане так повинно быть Отбираме мотоцикле Jesteћм по нашей вычерк на конец Байкалу самохотем Тераз сиадаме на мотори Друга сторона Байкалу и потем Монголия Моторы приехае в таких варонках 7000 км Одебрали мы в цалощи Супер, на право професионално Добавил Дима Той Прошо, за бачте, как ма лешо Забезпечено, за бачте Не ма право си ни зужить З че не убиће, все обруканно подложено Професионално Дружи, пожалуйста Одебрали, горуши О, это будет Не, не, положи его Доль Доль Один уже есть ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok z czasów carskich w Irkucku a tam jego nowa część podobne dworce też były u nas w Polsce budowano w podobnym stylu wiadomo, że część Polski była w czasach zaborów w zaborze rosyjskim także architektura podobna podobny dworzec jest w Sosnowcu tylko trochę mniejszy nawet w Maczkach gdzieś tam jeszcze na granicy z dawnimi Austro-Węgrami widziałem kilka podobnych ten jest bardzo ładny dojechałem do polskiej wioski Wierszyna nad Bajkałem nad Bajkałem od wioski od wioski od wioski od wioski podpłyły z okuś Продолжение следует... 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 И так я ехал до места, в которое всегда хотел приехать. Это Кощество Католики в Виршине, в польской виске, которая здесь существует от сту-клику лет. Ну и что, Павелку, скажи, где мы приехали? До Виршины. Может быть, что-то больше. Может быть, что-то за минуту, если что-то не так, что-то нужно послушать, что-то мысли, что-то уехали здесь. Но сразу же есть разница в обеиске, в чистом состоянии, в том, что мы видели там. Тут видно, что это уже полцы, что-то уже задавали. Полский Кощество, кафе нашей истории, сколько лет, не? И, пожалуйста, очень приветствую. Мы 7 тысяч от Польши, да? Красная студия. Приветствую. Приветствую. Хотелось бы отдать князь. Очень рады. Застой есть? У меня есть туристов. У отца здесь было каждый день по 15, по 20 лет. Они были другими. Из всего мира приезжали. И не Полцы, но из Австралии, из Канады, из Польши. И пандемия прервалась. Скошилася пандемия. Война. Никто не дают виз. Я счастливее, я работаю от 20 лет в России, то мне визы дают мне визы. Нет, поэтому сейчас дают визы туристические. Да, можно с тобой. Я счастливее визы, могу приезжать. А много доброго слышу о кседру. Ну да, хорошо. Участливее расскажу вам историю этой парафики, как это будет, потому что хотели мы это наградить. Хорошо, расскажу вам. Может мы сначала поселим? Нет, 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 нет. Идьте до кссоуа, покажите кссоу, покажите кссоу, покажите кссоу, потому что там кссоу нужно в зупе приезжать. Ага, хорошо. Идем только по ключу. 15 минут, 20 минут и будет готово. Участливее себя хорошо, так? Так, ну. Super, motоры. Мели мы маленькую приворотку, но направили мотор и едем дальше. Уху, тоже такое здесь случится? Ну, случится и так будет случится на 100 км прятностью. Угу. А кссоу тут дуэр, да? Уже 15 лет слышал. 15, нет, не. Доходи 2014 год. 2014 год, Докладно 22 сентября будет 14 лет, как я здесь. 19 сентября я приехал в Иркутске, а здесь 22 сентября. И от не целого года, по-просто, кои-шминоги высадали. Высадали, что так не болят, но какие-то такие ленивые. Это произошло, как я поехал на урлоп, конец ст. И в Гданску, я хотел подъехать с ходами ручными на перон. И не знаю, в какой-то способ мне заходила палочка. И мне шарпнуло, грзмотнуло. Подпухал целый левый бок. Но через два недели, я чуть-чуть ходил. Прошло, заехал до Кодня, потому что там находился до Кодня. Первый день на сходах я превратился. Было плохо, пошлинули, сломали руки. И у меня были операционные. Но уже пошли до себя. До этого часа, я с правой входил. Прошу. Рыжко-католинская парфия. Рыжко-католинская парфия. Рыжко-католинская парфия. Поехали. Рыжко-католинская парфия. Рыжко-католинская парфия. Т光ку-окатолинская парфия. обрали первые жители Виршины, которые приехали в половине 1910 года. Но как вы приехали, еще два километра, здесь была Тайга. Это только через них было выкарчевано. И здесь не было виски. Они замешали, еще три километра. И там несколько лет, несколько лет, в землянках. Три лет назад, когда мы там поменяли, мы там поменяли. Плитой мошенжной. Но, в первом году, в ст. этого года, там плитой, как и тут, прятой плитой, перед костиоем, просто скраджено. Скраджено. Что могу сказать? Что вы видите? Костиоем был построен в 1915 году. О! В 1915 году. Такое, только внутреннее костиоем изменилось. Они из-за этого мошенжного костиоема нет, а в внешнем, потому что хотели костиоем оцеплить. И не знаю, что под буазерею там дали. И дали буазере. И в этой филе в этой филе такой, какой видимо. Вот как можно сказать? Когда они приехали, то, что им царь обещал, то получили. Было несколько, или несколько-надцать га земли, но эту землю musели только приготовить. Это земля очень хорошая, потому что здесь есть черно-земь. Так что супер росли земляки, с тем, что земляк много не садят, потому что не есть где прожить, только что в пыльнице. А в копцах не идет, потому что в зиме земля премарзла до двух метров. Но за то сейом много зборца. Прежде всего ячмень, пшеницы, овес. И некоторые сейом грот. Старцы люди говорят, что как здесь был коухос, то достаточно много сяли кукуридзи. Но в этой ситуации в околице бершины кукуридзи не было. Не было, не было. Забрали себя solidно до работы. Когда приехали, в 1910 год, то уже был червец. А в 12-м году уже была школа, в 13-м году уже был костиул. И... Большое было бы им здесь здесь хорошо жить, но если бы тут не достала революция. И коммунизм. Она немного позже, как там в Москве была. Но когда отрали коухосы, здесь очень много людей не хотели до коухосов перестать. То, что не перестали, то были арестованы. И часто из этого ареста уже просто не вышли. Не вышли. В 13-м году в 13-м году в 13-м году в 19-м году в Иркутске и они были похоронены на велом Мемориале Пиво Барисе. Иркутске. 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 И так, что он написал, это registration. Арацетования. которую он знал о виршине, в этих всеских «Виадомощах», это «100». «Повод» — это еще не та правда — «Повод арестования». «Кулак враг устрою». А «правда», которую он знал, говорит, то это здание «Прицына смерти». «Розстрелание». «Розстрелание», говорит. То есть та целая правда, которую он в этих документах знал. Втеде была великая, как раз, то были те «Часы» сталинские, которые были, в «Велкие чистки». В «Мечовой», «Повятовой» прасе, не знаю, как она имеет название этой газеты, тут, как это «Повятова», я читал артикул на тему «Чисток» сталинских. То пишет автор, что в «Воеводстве иркутском» в летах 1935, 1936, 1937, «Розстрелали» около 170 000 людей, что это удокументовано, а в другом друге, что еще неудокументовано. А ведь разом, то есть 340 000 людей в одном воеводстве. Тут в «Иркутском», так? В «Иркутском», так. В «Иркутском», так. В «Иркутском». 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 очень мало ксюржей, а еще взаимно трудно, чтобы мы помогали. Я, например, в неделе только одну мшу святую, потому что не нужно, чтобы было больше. Поэтому я потом свободно. Я, правда, близко до ближнего Кощества, но это 140 километров. А некоторые имеют по 500, по 700, а даже по 1000 километров. А друк не ма? Не возможно, чтобы доба была приношем 36 годин, а 42, но это может быть удовлетворяем. Но так просто человек человек не вырогнет. Версина лица около 600 мишкајцев, в этом 500 мишка есть с коренями полскими. Может быть немного меньше, как 500, потому что я ходил по Полэндии, и отрежуем 125 родин. Можно считать, что это 5 человек, потому что есть много таких, что только самые родственники, но за это много родин, где есть по 7, 8 и 9 дети, а в среднем выходит 5. 10 раз я ходил по Полэндии, я был в каждой родине, только ходил до полских родин, а также часто вступил до родин православных, но на засаде, если меня попросил. Потому что так не хочу на силу исти, чтобы меня не посадили, что я как-то на силу может прицелом до Кощества католиков. И здаряется, что там родины православные, и в шесть или седьмых родинах православных были, потому что запросили, чтобы также до них прийти с Холэндом. Было это очень красивое приятие, разговаривание, но моим такой боронцкой, потому что Ксюн бы так хотел, чтобы так все ходили, но все это так никогда, не было в Поле, чтобы в сту процентах все приходили до Кощества, но здесь ходили мало. В неделе я могу от 15 до 25 человек. И интересное, что то, что стоит в Коществе, это заслужа мэржиства. В 1935 году, когда приступили до разборки этого Кощества, они сдали изручать веру Кощества. Вера Кощества была одна, ładнейшая, высшая. Вера Кощества, то тогда мэржисти оточили Кощество. Достаточно болшевиков с дахом стеугли. Кощества были в этих репрессиях расстрелаными за то. Это был один из поводов. Ваше. Но пилнули и Кощества не дали разобрать. Не дали Кощества разобрать. Пилнули. Кощество осталось, но болшевики не дали за выигранное. По-просто, все, что в Коществе было, вырислили из Кощества, дословно, сетерами поромбали. Кощество замкли и до Кощества не волно было входит. Тут, почетку, до вершины, как приехали, через первые 18 лет приезжал тут кс. из Иркутска раз в год. В 1928 году был последний раз, потом была большая, большая прерва 62 лета. 62 лета. По 62 летам тут приехал кс. живущим, живущим, живущим в Баршаве, Бојчех Дроздович. Не, то еще был wcześniej, то еще был кс. Он был тогда капеланем для всех Полаков в Роси. Тадеушь Пикус, obecный, уже эмеритованный бискуп, живущий в Баршаве. Размавляем с ним, оповиадал мне о том, как была первая праздничная кс. святая была, костиул еще был замкнут, мс. святая была в костиле, но, как на биршине, то были тумы, но большинство, 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 этих людей, пришла, увидеть, что это было. Они никогда не были, некоторые в костиле, не говорили о мши святой, мс. 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 И очень быстро завязался комитет, он был сэшем этого комитета, выбрал четыре из виршины работников и в целом полтора, в 1992 году, был выполнен генеральный ремонт этого костиоа, потому что окна были повырываны, джиуры в даху были, но не было, они не были планы, моим таким замиаром есть, но уже не ожидал, потому что лета летят, я хотел бы отбудить, потому что у нас были планы, и это было бы такое моё меч, отбудить эту вершину и возвращать в поле, но я не знаю, что мне это просто удалось. И по этой ремонте, в 1992 году, буквально 12 грудня, он был приказан в Кощество. Пощвенение, нового пощвенения Кощества доказал obecный бископ Новосибирска, Юзеф Верт. Верт. Было это в День Матки Божей гваделупењской. Поэтому тоже некоторые, которые так знают на иконах, образах или что-то, спрашивают, что за звёзд ма образ Матки Божей гваделупењской где-то там из Мексики, а мы тут на Сибири. Ну, я говорю, ну, поэтому так си зло жило, что вы брали такой образ, чтобы упамятнить этот День отдания Кощества. 12 грудня 1992 год. Ну и от этого часу уже са мсше святое, еще не регулирование, бо брак капјанов. То кто-то там есть пол-року, три месяца, ну, на или отримал виды и отъезжают. Ну, допюро я с таким настало, можно сказать, тут капјанем за старым најдушчим, по уже праве 14-летним. Ну и еще, еще был хотел trosечки тут по-быть и так в голове ми ходи, чтобы ту бежу по-посту отбудовать. Может, может се уда, может не. Ну то, как се не уда, то будет так, как ест это. Ну, ко бы тут еще поговорить о тем Кощеле? Ну, то, ко мне сказали о мэзжцизнах. Дяки мэзжцизнам тен Кощеј се остањ, како будовла, а джися жаден мэзжцизна не ходи до Кощела. Только којти. Только којти. Только којти. Как приехали, то один ходил, но, а по 4-х летах пресстал, бо змарил. Мой ручник то был, то был такой мой мэзжцент по Колэндзе, бо я не знаю, то он не проводил, где там езж на Колэндзе. И тегу. Ну, пусть была велика прерва. И два лета тему, ну, полтора року тему, зачањ јден мэзжцизна ходић. Йего родзина ходи регуларне. Обецне мешкали в Хонсоју, а обецне мешкали в Хонсоју. То едно робим еко росыјску, чтобы те дзеци јць лепе зразумејај. Бо им мейсше, тем јць слабее по полску. Бо јж еднах в тих родзинах обецных, тих млодых, то јж... Рачей в родзине јж по-полску не розмавяјј. Они умејј, розумејјќ, че којсско, че негр моделна рудяј ќхеја. Не уфиј јж негоѓ. А так је характерам на мейс мнес, че от грасности гатyl, то ѝшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшш ir defendedọ жјцхшредмpяд ме, Звучит музыкальный язык. Была прекрасная академия З оказывания 35-летия Научения языка polskiego в Яршине. И по этой прекрасной академии Была учителька Пол-Ски З Олецка Паня Хенрика Пякно учила. Дети такие Пригарнула Те детики И то было видно Каким там постем Хреба за добре То все организовала Какиеś Рочницы 11-го листопада Или какие-то Какие-то Швята костиелные То она Подкрешивала Класса На Божье Народзение На Великанок Класса Выстроена Такой акцины Святочные Великанок И по 35-ти летах Зликвидовали Язык Пол-Ски В школе ПОБУД НЕЛЕГАЛЬНЕ Научание Ну так 35-ти лет Учили 35-ти лет Школа Здавала Справа Здания До повиату И воеводства И по 35-ти летах НЕЛЕГАЛЬНЕ Научание Языка ПОБУД 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 Великанок ПОБУД У нас Уже 5-6 лет, как это было, он говорил, что он у меня прийдет на разговор и витумает эти разницы шаманские и целые их бежения. Здесь, как выезжает до вершины, по правой стороне, есть такая гура, то они там раз в году сетябирают, не раз в году сетябирают. О шамане мне рассказывали бабки, потому что я, как я так на пыльбане, когда я запрошу, то старше люди, потому что у детей нет ничего такого, а у старших, уже некоторые, уже по 90 лет, но они уже памятны, много, из этих начинок, которые говорят, что умер шаман в Дундайве. И это очень интересно, потому что как умер Бурят, то они обычно умерли свой церковь в Дундайве, а как умерли шаман, то делали сос и пали. И они очень интересно, как это выглядит, эта церемония. Ну и пошли на то, пошли на то. И как этот огонь запал, то в pewnем моменте шаман сиада, то они в ноги, но, потому что тело скручивается, то автоматически, по всему этому теплу оно скручивало. То они так уехали, что пентами по кресах си были и не знают, какой финиш этого было. А нас еще одна вещь преразила там, на сходной стороне Байкау, то алкоголизм. Где-то мы не поехали, то цивурьяци были пили, так что... Ну, тут тоже есть очень большой алкоголизм, есть очень большой, хотя бы как-то так, что это не было. Они по домам пили. Кто-то там, кто-то слышит, тут была буйка, там была буйка, а там была буйка, а много пили, потому что я по скрепе, потому что я здесь два скрепа, здесь один, здесь другий, но я сейчас до этого скрепа ходил. И тут часто есть достала, и как-то, когда все будет, то вся подлога остается, и она есть с грешками пива, и я когда-то говорю, и тут полки спредали, я там всегда с ними поразмавляю, и я говорю, то что, это уже до конца года? Ооо, максимум два тыгодни. И они любят это мощнейшее пиво, 6% или что там оно там мало. И там надо копать. И надо копать. Но так, как на внутрь не видно. И даже когда кто-то идёт пиво, зигзаком, то чихотко себя чувствует. Так как в Порце, когда я был в Ходнио, то там кое-класстору близко была господа, то о 9, как замикали, то все выходят. То я увидел, кто где идёт, по-класстору мне свою мелодию, свою песенку и так вернулся до дома. Никакой шансун, только на весоу. А тут не, тут чихотко. И что есть, тут есть, ну, такой проблем, что пиво много женщин. Пиво много женщин. Есть здесь несколько таких родин патологических, где просто пиво много женщин. Пиво много женщин. Пиво много женщин. Так как после... И там ещё есть по 5-5 лет, как эти дети... И они тоже, точно пойдут в тему, в собак матки. Пиво много, то часто матка больше пиво, как отец. И от трех лет это закончилось, но через первый окрес, пять лет, я тут у меня плага, что окротно мне крадли, но это не доросли. Доросли не. Доросли не выйдут, ничего не выйдут. Только такая подростка, такая подростка молодежь. То дословно, что мне выламывали окна и входили в дом. И я то знал, кто это был и все. И все, что мне всегда смотрело. Ну, сначала милчаłem, но потом даже люди говорили, что пригласили на полицию. И я пригласил на полицию. И полиция по-простою справа приказала до сонда. Ну и отбылся сон, поехали первого дня, были тоже вызваны на этот сон. И это двух таких было. Один был 17,5 лет, а другой был 17 лет. Ну и сэджина им огласила. На самом... Прежде начнем разговора, говорит, что если вы были по 18 лет, то с места, где вы могли бы выиграть, как бы вы получили, то было бы 6 лет выживания. Как вы можете это представить. А достали по... 1,5 года, в завершении на 2 лет, или 2 лет, или что-то там. Да. Как бы подъехал, но уже не повторяло, уже не повторяло. Уж есть чисто, все. И я все с ними спотыкаю. Они с ними разговаривали. Я там их там... Тего, ну... Тего... Я не хочу... Я чувствую, что я их там, где-то там... Тего... И... А не хотел я этого подавать до сонду. Я только на полицию пригласил. Но потом сама полиция взяла и приказала до сонду. Тего, не... Тего... Это было... Нормально окна были и входили окнами. То у нас тоже так случилось? Да. Я когда-то выезжали до Иркутска. Что это было? Это было какое-то споткание, которое консул урожал. Урожал. Ну и... И специально... Тут я, там, отец попросил, чтобы приседать до дома. Дом у меня там был, чтобы Дом Решёй запилнул. Дом мы замкнули. А я так делал, чтобы они не видели, что я выезжал. И я вернулся из Иркутска. Вчера мы вернулись. Сонсад говорит, что все в порядке, никого не было. Ну то хорошо, я иду до дома. И пошел до дома. А я так по такой подруге, что мне не хочется спать, не умеет зараз заснуть. То есть компьютер. А тут при окне. Так вот здесь у меня билетка. И в этом моменте окно выламываю. И так, как я всегда был от вас любил. И если бы я такого взял, то ему так влезет. И как мне тогда страх угадал. То есть ноги начали хвать. И так. И дальше было. И так. 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 И как у нас сейчас по 6 часам заслег, аж до дома его злодея. И так. И только мы только видели вот товар. И нам-то мы огласили. Голосили. И тогда они за них сильно взяли. Зараз его забрали на постерунок. Одна матка была такой алкоголичкой. Девушка есть неполнолетняя, а они забирают на постерунок. И он могла забрать, а ей ей там хорошо дать, чтобы она упоминала. Теперь мне меньше пить. А тут, когда я такое случилось... В 60-е было? Нет, нет, нет. Как я был в фонтце, сейчас из старости. И вечером, где-то 0,5 до 10, мроз 30 сотли на дворе, и я выходил из церкви. А мой песец в этой браме. Так ужадал. Так ужадал. Там светло, там светло, нич на дороге не идти. Могу... Но то... Можем увидеть, что ты... Подходим до брамы, смотрим, что есть. На дороге есть, что-то есть. Можем увидеть. Можем увидеть. Можем ужать. Два-три-пять дней в году, такие экстремальные, в этом году, это был в начале лета, минус 53. Ну то как жить? Не дася выжить. Можем жить. Межима не приспадает. Межима даже отвечает. Я хорошо себя чувствую. А да выжить из дома в такой вариант? Я до минус 20, а так как в той же время я убираю, так я ходю по дворце. Только не идем на виски, так как вы говорили, что может что-то там в голове не в порядке. Но здесь, 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 не нужно, потому что не нужно, нет потензных этого, а снег супер-кусыстый, что машины развиваются. Когда едут, то так за ним, как сейчас едете, курс за вами. Так снег. А если немного меньше, то отчлежит. Отчлежит. Так что... И ту историю нам сказал, что я закреплял. На самом деле. Достаточно. Я не сподіваю, что достану. Отклежит. Я очень благодарен. Ну, можно бы рассказать. Так же, я тут когда-лим такую идею фикс. Тут, с правой стороны, за тем шверкин, там есть дорога на сментарь. А за сментарем по правой стороне есть такая полана. Добрый километр. Та, как говорится, нациарство осьла лончка. И когда запрошил бабчика на какой-то покрыстунок. И так прикавил. Могил бабчи, а я мам помысл. И вы, и я заробили. Могил. Будуешь тут вычонок нациарский. Тут в околице не ма. Могил. будет много в зиме турыстов. Взять. Могил. 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 получил эту мумку. Могил. Мои. Могила и stick. Могил. Могил. Вдало. Вдало. Всхamente AV acho только женщины и дети. Один буквально был вpot MP1. Дrzeясна. Так влсих забрали. Могилу. Аткок znaczy за зимуа. А еще difference На зиме ПГР нам по коню дала, мы все musели о него дать, а нех бы зрях, то бы он до жизни не вырубил, а нех бы плачула этого дня, а в прошлом году нам отбирали этот конец. Так, что мы тут делали. «Джижай то есть собака». «О, такие часы, как сегодня». «Насше детство». «Джижай, то каждый день, то есть свято при столе». Такие столы заставленные, как раз в зрукий день, то мы слили на свято. Мы слили с весны, как уже по криве и лебеда росла, потому мама мела з чего зупы уготовать. Так, они устроили свои, устроили свои. Ти молодцы уже не знают. А еще такую такую остатнюю секавуство, что вам говорю. Был большой атак на этот костиул, потому что хотели его разобрать. Хлопи не дали. А тут за нами есть коухос. Ну, сегодня это уже не есть коухос. Там уже в прятных руках он есть. Это какая-то там сполка, не? Тут есть właщиц, кто-то отмечет на початку. Версины. Ну и конечне разобрать костиу. А приезжали тут delegации, очень часто, до этого коухосу. Коухос назва «Псервона виршина». Это был какой-то такой показовый коухос. Единая только дорога, поэтому они должны приезжать ко костиу. И всегда эта темнота их денервовала, чтобы с ним что-то сделать. Питали, что они помарли. Помарли. Найстарши. Теперь мы уже были более 100 лет. Чей это был помысл? Меновище, кто-то впадал на помысл, чтобы костиу охранить. През костиоума была выстроена великая хала спортивная. През костиоума? Так. През костиоума. Там еще есть знаки, где еще стоят супки. А с этой стороны была великая светлица. Чтобы приятнее такие три виршины должны быть, чтобы ее за выполнить. И в этот способ виры не имел, потому что волшебцы виры зручили. И от дороги костиу был невидочный. И успокоило себя. И в этот способ они костиу охранили. Но я спрашиваю. Один такой, который даже книжки о виршине написал. Там Петрык. Но никто не умеет ответить, что это был помысл. Что это был помысл. Но через этот помысл... А потом смялись, как в 1992 году приступили до ремонта. Ремонт костиоа начали от розбиотки в хали спортовой и светлицы. День. Пятая история. День. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Это была одна плаца МОСЕМЖНА МОСЕМЖНА, я вам покажу это в компьютере Ну, это так происходит, как делать политики на гробах Мы тоже, кседра, в Польске бурим их помнеки И они в отвеции делают то самое нам Не можно делать политики на смерти и на гробах, потому что это страшно Только, чтобы я бы сказал, что эта разница, например, пиво-бариха и этот Бо цментарь росынский и жоуниверы росынские в Польске В Польске очень красивые Цментарь, так, согласен Цментарь Но это тоже произошло до каких-то девастаций, потому что я был в Стрчанице Там был цментарь Да Въехали бульдожеры кости, был помнек при цментаре И думали, что там никто не лежит А оказалось, что там были похоронены Как прихопал бульдожер, то вышли кости Так что мы начали эту войну, потому что они не начали этого Мы вымыслили то, когда мы начали Валить Я разумею, что Ленина с Сталина одразу Вали, потому что я Все мы против коммунистов, но на гробах И никак не делали А тут, видят вам, уיזка, это была максимальная таблица Тут кс. рассказала целая историю Вот здесь какие-то дра не Уснели ту таблицу, а она упометнила Мают смерть 30-ю, так, прошу ксинда? 30-ю хранительси Помордоволои их через НКВД 16-ого лутева 1938 года И какие-то дра не Право-подобные от Ивызи за то, что мы там сделали в Польске Это чем разуме И очень приятно Я знаю, что я хоро, ничего не болит, ничего не дали мне. Я вижу, что сухой в норме есть. Цивление в норме. Ну то что? 1,5-4 лет назад я был на стрековых исследования в таких организациях здоровья. Приватных. Все хорошие исследования, оправда, который не статистический, но подвышенный. Павел, прекрасную историю нам сказал. Все мы награли. Что-то невероятное. Несамовная история. Вкурала меня только таблица, чтобы я убрал. Только говорю кседру, что у нас то же самое происходит. Где вложим им помнеки, развалимы таблицы, малываем звезды, свастики. То потом, что удивить, что здесь так же делают. Но это не смысл. О, посмотрите. Полский акцент на Сибири. Тут у кседра есть. Цапка краховская наша. О. Пойкнє. А то есть группа молодежи нашего организма, потому что я был законодатель. Миссионеры области марины поколены. И они каждого года, в этом году, в этом году, ездят до Лизбоны на встречу с папежем. Уже близко Лизбоны. Ага. И они на роверах ездят? На роверах. На разу это найдужжджа траса. 8463 км. 2 месяцы ехали. Несамовито. Что это за роверы? Что это за роверы? Только ровные. Павел, могу я тут наградить? Поехали. Какие вы тут у меня луксусы. Забачьте. Графовеска полска. Только спеприлим справа, потому что даем спепрированную киелбасу. Такую диабельскую, чтобы я сам делал киелбасу. Мы себе даем рады, посмотри. И даем не то, что нужно. Я думаю, что это такая диетическая для ойца. А даем свою, которую для себя делал. А сам готовишь? Да, я очень люблю готовить. Доброе утро. Павел. Павел тоже был братом законным. Ты был в каком законе? Увербистов. Ну то тем самым, что у Лукаса. Так, так, так. Я говорю, как в кафедре работал, то, что летом, то каждый мотоцикли приезжали. Где-то на каким-то форуме кто-то вручил, что есть мета, что можно себя затримать, прание себе сделать, есть гараж, где можно... Ну то, что нужно рекламировать. Да. И все эти джи, которые там были в гараже, были наклейками заклеены. С целого света люди приезжали. Я потом еще поставил... Я у одного дядка купил бимбру 18 л. вручил до такого балону, из кулера, орешков цедровых, немного зиу. И это стало. Потом каждый, кто приезжал, то имел радость, что можно себе там келиха... В имя Отца и Сына и Духа Святого. Амин. Сына и Бога, наши дары, те, которые приготовили и официировали через Христуса Пану нашего. Амин. Продолжение следует... Здесь есть пятнадцать, но будет мясный. Другой покой. Не посадишь этой батареи? Потому что свет упал. Потом есть кухня, лазинка, покой, и на самом конце каплица. Там есть баня. Можно в бане накопить. В бане мы вчера с Уканшем. В бане. Через я что-то это помню. Мы тоже. Можем еще раз. Можем еще раз. Мои дороги, мы приехали до одного из самых красивых мест, которые я видел на Байкале. Друзья мы с сегодняшим обиадом, и я говорю вам серьезно, от 10 дней от выезда из Москвы. Все готовил для нас брат Паэу. Мы очень дякуемся, Паэу. Паэу это в галл-те особенная история, Харлея, тоже был законник, мотоциклиста и тоже из клуба МС. Какой это был клуб, вспомни мне? Чарные Недведиа. Блэк Бирс. Ездил на Харлеях, на многих мотоциклах. И если кто-то хочет приезжать на Байкал, то это идеальное решение. Пауэль и его возможности и контакты, потому что весь мир спелил здесь. Пола на Байкале. Пола на Байкале. Можно 2 гроши? 2 гроши свои рвать? Так. Возрежут на фейсбуке. Это место и о排 Muhammad Роман. И «Полак на Байкале» на ютубе. Если кто-то будет интересен. Путешествujите, встречаете у Оца Карола, невероятного человека, взрослого сердца и такими. Сегодня в целом, что мы сегодня слышали о «Вишина», что не сподолжiesta. И в целом, что мне энергия, потому что я, по тому, что видел в бурьках, и по этой бруде, по этой смродке, у меня было достаточно, не хотел уже никуда ехать. А сегодня вернула мне позитивная энергия, может мне эта гроховка помогла мне тоже. Так что была прекрасная. Я надеюсь, что еще когда-то вернусь и всех сердечко приглашаем к нам. У нас тоже есть прекрасный устроń. Запрошу до меня ксиха, есть где спать, есть где-то покой для гостей. Препятные места. Спасибо. И ксиха увидит евангельские парфии. Спасибо большое. Я в моей парфии тоже есть евангельские. Ну так. Ну так. Ну так. Найближший костюль католикский костюль есть костюль евангельско-аузбургский. То практически не имеет никакого. Так что всех сердечко поздравимы с вершиной.